Внимание! Данное видео транслируется без мата, но не рекомендуется к просмотру лицам, не достигшим 16 лет. На запись квесты. Квесты, связанные с геншин импактом, я не буду проходить легендарные квесты с геншин импактом, то есть, короче, геншина будет намного-намного меньше. Теперь мы с тобой что будем делать? Мы с тобой будем выкладывать видео, которые тестовых забегов касаются, но я уже пропустил там Сайна и Копейщицу, но в будущем они появятся, мы их еще раз пересмотрим, как бы добавим, ничего страшного. Дальше, что у нас еще будет? Стрим разработчиков в обязательном порядке у нас будут. Потому что я как их снимал, так и буду снимать. Пока не знаю, в каком виде. Последний вид мне достаточно понравился, когда не пришлось там зачитывать все подряд, а только вот местами, кусками что-то определенное. Включая вместе с небольшими, так сказать, новостями. Ну, грубо говоря, когда именно через промотку все просматриваем, вот, и в конце там выкладывают новости на месяц, как что будет в течение там патча, скажем так. Так, и возможно будут новости, я не знаю, я еще не посмотрел. Есть идея выпускать недельные новости по Геншину, там, например, в субботу или воскресенье садится, и все, что за неделю набралось, выпускать эту информацию. Потому что ежедневно я не вижу смысла что-либо такое выпускать. Либо же, вот как у них сейчас выходит там всякий выпуск первый, выпуск второй, более-менее подробно все это рассматривать, вот, прочитывать. Тоже у меня такое есть на канале, мы это все видели. Вот, но вот прохождение самой игры его не будет. Объясню, по какой причине. По той простой причине, что я не успеваю по времени все выполнять. У меня часто нету желания, например, записывать, но есть желание поиграть, и я не могу сесть поиграть, пока не начну записывать, либо начинаю записывать в плохом настроении. Плюс ко всему этот контент мало просматривается, и я понял, что для канала он не подходит. Все-таки это онлайн-игра. Возможно, в будущем я создам второй аккаунт, и там как раз продолжу с этого момента, скажем так. Вот, то, что дойду до сюда и продолжу с этого момента проходить чисто сюжетную часть. Не будет там сборов каких-нибудь. Укулов разных. Не будет по картам смотреть как чего. Короче, так вот-вот-вот. Возможно, будут просмотры каких-нибудь данжей, я не знаю, еще чего-нибудь. Но просто это очень-очень громоздкий контент. Мне тяжело его обрабатывать сейчас. Так как приходится совмещать все с работой, а работа для меня важнее. Я уже говорил об этом не раз. Так, а это просто как бы хобби, поэтому не в обиду. Далее. Сейчас я по-раз сюда зашел. Надо забрать подарочки. Также по геншину будут время от времени выходить видео типа отчеты. Я буду вот так же вот выходить, рассказывать, показывать, что я примерно сделал, что да как. Не знаю, раз сколько это будет выходить, но время от времени это будет выходить. Про геншин. Все. Теперь переходим к танкам. Танк. Блиц. У меня были видео по ввод Блиц. Ввод Блиц у нас все закончился, теперь у нас танк Блиц. Я перешел на Лесту, на Ру Сервер. Вот мне так удобнее, потому что мне не хотелось гемороиться как-либо с оплатой, поэтому я оставил идею быть на Варгейминге и перешел на Лесту. Танков будет, опять-таки, меньше. По той простой причине, что, как сам видишь, бои бывают совершенно разные. Некоторые бывают вообще неинтересные. И смысл как бы выпускать. Теперь я буду только-только вот прям очень интересные бои. Там, где будут всякие мастера. Там, где я буду, я не знаю, боевый уклад взорвать, еще что-нибудь. То, что вот только вот такие вот видео, а они будут выходить. Опять-таки, это просто ненужный контент, тупо развлекательный, ничего более. То, что у меня не будет никаких там ежедневных новостей, как у многих. Каждый день рассказывать про какой-либо определенный танк по 20 минут. Вот, по 15, по 20 минут. И этого более чем достаточно в Ютубе. И есть люди там, которые более лучше, естественно, разбираются, чем я. Потому что я играю всего ничего, там, где-то полгода, даже меньше. Вот. Опять-таки, играю в свое удовольствие. Ну, по поводу Юги Ох. Линк Дуэль. Я сейчас в него играю. Но нет, его тоже так же не будет. Она слишком долгая, слишком длинная. Там каждая катка с картами, так сказать. Прямо она вообще тяжелая. Поэтому его тоже не будет. А что касается по поводу прохождения игр в 10 часов. Прохождение игр, которые будут выкладываться в 10 часов. Как я и говорил в прошлом. Я со временем перейду на концепцию. Полностью прошел игру. И начал выкладывать ее в 10 часов. Как бы кусками. И в это время я начинаю, как бы, проходить уже другую игру. На данный момент я прохожу Elden Ring. Я думал, его буду выпускать. Потихонечку. Но нет. Я решил, что теперь я... Когда я его полностью пройду, тогда я его и вытащу на канале. Если начнет выходить дальше Elden Ring, значит, я его уже прошел. Потому что я считаю, такие игры нужно проходить без спойлеров. А спойлеров очень-очень много. И, естественно, это не очень хорошо. Скорее всего, следующая после... Будем продолжим проходить игру ТЛСов. Потому что надо, надо. А то там одна глава только пройдена, и все. И я как-то остановился. А пройти мне очень хочется, очень хочется. Но, опять-таки, я понимаю, что нельзя забивать на Elden Ring. Я вначале думал и то, и другое потихоньку проходить. Но проблема в том, что Elden Ring, если на него подзабить, то все. Там начинаешь все забывать, все теряться. И это... Нехорошо. Вот. Так что это вот примерные новости на ближайшее время. Плюс ко всему, меня не было вот как раз почему я не записал тестовый забег по сайной. Я был как бы в ежегодном своем отпуске. Он как бы был запланирован еще месяца два назад, наверное, был запланирован сам. Ну, сам отпуск подтвержден. Все нормально. Как бы это не беготня от чего-либо. Нет, это как бы просто был отпуск. Вот. И во время этого отпуска я съездил к друзьям на дачу. Вот. Естественно, я там отдохнул. И... И как-то вот так вот все вышло. Вот. Короче. Продолжаем потихонечку все снимать. Вот. Если никаких изменений прям глобальных не будет, то все будет замечательно. Все будет отлично. Если будут какие-то прям глобальные изменения, я об этом сообщу. Будут время от времени вот такие вот новости выходить. Вот. Возможно, я не знаю, в ДБД мы когда-нибудь вернемся. Когда они нам решат вернуть оплату, так сказать. Пока оплату они не будут возвращать. Я куда буду заходить, я не знаю, там раз в два-три месяца. Опачки. Опачки. Вот у меня оборудование еще немножко. Видишь, фигачится. Туманность цветок. Интересно. Опа. Это цветок, когда бы ты использовал в своих ритуалах, чтобы снизить температуру. Странно, что он остался не сформленным. Действительно. А вот. Вот как-то так. А, еще по геншину, да, точно. У меня есть идея, давно еще была идея. Заснять победу над каждым боссом. Сделать отдельные плейлисты, как будут появляться какие-либо боссы. Вообще какие-либо там. И ежедневные, и еженедельные. То, что всех-всех-всех просто под одну гребенку зафигачить и просто снимать. И, возможно, возможно, когда-нибудь я начну проходить бездну. И буду тоже по... Ну, вот вышла новая бездна. Я удачно ее прошел. Записал, сохранил. Все, как бы ее вот в таком вот виде будет у нас пока геншин. Вот. Все остальное будем дальше смотреть. Ну, и, естественно, стримы, когда будут получаться. В основном они проходят по воскресеньям, когда выходят. Вот, по воскресеньям. Сейчас мы проходим фронт миссион 3. Там мы проходим исключительно игры по первой плойке. И вот первый проект. Это вот как раз фронт миссион 3. Давно хотел его начать проходить. Ну, вот вроде бы все удачно. Пока все получается. Единственное то, что планировалось раз в неделю проводить. Или там раз в две недели. Но, как показывает практика, не всегда это получается. Не всегда хватает на это время. Поэтому у меня, в принципе, не стрим канал. Так что, на этом тогда все. Всем спасибо за просмотр. Всем хорошего дня. Хорошего настроения. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, если вам понравилось видео. Подписывайтесь на Boosty канал. На Discord канал. На группу ВКонтакте. Стасяночек ТВ. Это архивный канал на случай чего. Вот. И всем удачи. Всем хорошего дня. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok